Всем привет! Сегодня видео будет посвящено купальникам от компании Фаберлик. Это их новая коллекция. И я покажу, как свой купальник и купальник моей мамы. И так, кому интересно, то оставайтесь со мной. Пришли наши купальники вот в таких вот упаковочках. Значит, заказали мы с ними в одинаковой расцветке. Расцветка идет Леопард. Сейчас немножко пошуршу. Первое покажу плавочки. Плавочки мы выбрали с ней одинаковые. И это бежевый с принтом. 44 размер. 82,066 артикул у них. Значит, плавочки выглядят вот так. Очень яркая расцветочка. Она очень приятная. И мне понравилось, как выглядит. Хочу отметить вот ниточка. Ну, это, в принципе, по внутреннему шву. И можно это дело обстричь. Само качество ткани вот этой вот купальника довольно-таки хорошее, плотное. По-моему, получше, чем было вот у них в прошлой коллекции. Их купальников как-то поплотнее, что ли. Значит, с внутренней стороны здесь идет еще вторая ткань. Такого бежевого оттенка. Очень приятная к телу. Бирочка, как всегда, идет. Здесь моделька указанная. И цвет, и все такое. И, конечно же, идет гигиеническая вот эта вот наклеечка. В принципе, по пошиву неплохо. Вот, единственное, вот эта вот ниточка. А так вот, я смотрю, все даже очень хорошо выполнено. Хочу сразу сказать, что цена у этих купальников дороже, чем была в прошлом году. Их коллекции, наверное, в два раза. Можно даже сказать, практически дороже. Но, я говорю, и качество самой ткани лучше. По размеру я беру всегда 44-й. Что касаемо белья нижнего, что касаемо купальников. Единственное, сейчас мне немножко в талии узковато чуть-чуть в связи с моим положением. Но, я думаю, следующим летом все будет как раз и все будет неудобно. Дальше покажу купальник, наверное, мамин. Мама себе выбрала лифт на косточках, 75B размер и артикул 81983. Значит, вот так вот выглядит лифт на косточке. Я обязательно все это ближе, в крупном плане покажу. Хотя, в принципе, и тут, я думаю, хорошо видно. Но, вот, как можете видеть, здесь идет дырочка небольшая. Здесь идет мягкая чашка и вот чисто косточки. Лямочки идут регулируемые и их можно снимать. Здесь есть петельки и завязывать, например, на шее. Также сзади идет вот такая застежка. Все очень симпатично выглядит. Золотая. Фурнитура вся сделана хорошо. По пошиву, в принципе, тоже у меня никаких нареканий нет. Шовчики довольно-таки все ровные. Но иногда вот встречаются немножко вот ниточки, но их можно обстричь, я думаю. Хотя, вы знаете, за такую цену, которую предлагают сейчас купальники, можно было бы поаккуратнее сделать. Что касаемо ткани, все то же самое. Очень приятное. С обратной стороны здесь идет вторая вот эта вот ткань, она такая, как хлопковая. И я мерила тоже этот купальник, этот верх. Значит, мне подошло все по размеру. Единственное, что маме, что мне в обхвате под грудью он узковат. То есть, обычно, все остальное белье нижнее мы берем 75B. Я, по крайней мере, 75B всегда брала. И у меня даже до сих пор, которые мои есть, они мне никак не жмут в обхвате. А вот этот вот 75B мне жмет. Значит, он маленько маломерит. Вот обратите на это внимание. Что касаемо чашки, то чашка здесь, по-моему, такая нормальная. Ни большимерит, ни маломерит. Ну и теперь, что касаемо моего бюстгальтера. Это у меня 75B также, 81969 артикул. И это Leaf Push Up. Я себе, как всегда, взяла Push Up. Единственное, тут так намудрили с тем, как его одевать. Значит, вот так вот он выглядит. Очень красиво подчеркивает грудь. Мне понравилось. Прям так красиво, действительно. И здесь я хочу отметить, чашка больше. Потому что, если бы у меня был размер мой прежний, то он мне был бы велик, мне кажется. Потому что сейчас вот мне как раз, у меня ничего не вываливается нигде. А вот если бы в прежнем моем положении, то мне кажется, он был бы велик. Чуть-чуть чашечка большимерит. Что касаемо лямок, мне не очень понравилась вот эта вот система. Сзади здесь завязки, кстати. Если на предыдущей модельке там была застежка, то здесь, обратите внимание, идут завязки. По обхвату все хорошо. У меня все завязывается на бантик. Очень интересные лямочки тут такие придумали. Но для меня они не шибко удобные. То есть, тут тоже регулируемая есть деталька. Длину лямки регулировать ее можно как за шею завязать, так и сделать обыкновенными лямками. Правда, я не сразу поняла эту систему. В общем, надо продеть вот эту вот завязку через петельку. И вот так вот вы получите лямочку. Мне не нравится, что они ерзают по вот этой вот завязке туда-сюда на спине. Может быть, кому-то это нравится. Мне не очень. Сдавать я его, конечно, не буду из-за этого минуса. Пусть уж будет. Потому что мне сейчас на лето нужен купальник, который бы мне подошел по размеру. Также присутствует бирочка здесь. По пошиву все хорошо, все аккуратненько. С внутренней стороны также здесь идет бежевая ткань хлопковая. Единственный такой минус, который меня очень смущает, но все равно я не буду сдавать этот купальник. В общем, подмышкой, когда я уже одела и завязала, у меня вот в этой части, где сюда переходит завязка, начинает топорщиться. Мне вот это не очень, совсем даже не нравится. Если немножко как-то его там подогнуть, то ничего. Но это надо то ли постоянно проверять, чтобы иначе какие-то ушки как торчат. Не понравилось мне в этом плане. Лучше бы сделали обыкновенную, как вот идет на косточке, вот такую застежку и все. А тут, конечно, что-то они намудрили. Не поняла я маленько. Хотя, с другой стороны, завязки удобны тем, что многим обхват подойдет. Вот, ну не знаю, очень красиво. Из плюсов то, что подчеркивает грудь и выглядит красиво, и принт красивый. Но вот то, что у меня, допустим, тут что-то торчит, не поняла. Еще хотела сказать, что мама тоже свой купальник сдавать не будет, так как по ее обхвату уже там ничего нет на сайте у нас. И здесь идет, где сама застежка пришита, вот такая петелька. То есть запас ткани, она хочет ее распороть и тем самым увеличить объем вот этого купальника. Поэтому, я думаю, все у нее получится. Если, вот она говорила, немножко приосвободить, то все хорошо. Ну вот, надеюсь, мой такой обзор был вам чем-то полезен и будет легче сделать выбор. Всем до скорой встречи. Пока-пока.